Решился я в Московском университете отца Александра Меня поговорить о метафизике любви. Я бы сказал о метафизике любви, практической психологии и повседневной жизни. Почему я решился? Я решился на это по причине, о которой в 1928 году написал Николай Бердяев. Тогда в Варшаве и Париже выходила маленькая серия христианских книжек. И первым номером в этой серии была книжка профессора Бердяева. Она называлась «О достоинстве христианства и недостоинстве христиан». Как только я в аудитории задаю вопрос, что такое метафизика, мне немедленно отвечают. Это термин Аристотеля, который обозначает что-то, находящееся над, за пределами физического мира. И действительно существует метафизическая философия. Сначала философия классической Греции, и в данном случае прежде всего Аристотеля, которая представляет собой вершину абстрактной мысли и рассуждает о таких идеях, как бытие, субстанция, сущность, природа, материя, идея. Метафизическая философия воспринимает эти понятия так, как будто это род фактов, объективно существующих выше уровня чувств. Ну, так существуют примерно абсолютные идеи Платона. Мы забываем о том, что Платону и Аристотелю зачем-то понадобилось вводить этот термин. В те самые времена, когда этого термина фактически еще не было. И это значит, что Аристотель описывал некоторые чувства. Чувства, которые свойственны каждому человеку. Если бы это было не так, то само по себе слово никогда бы не прижилось и не осталось в человеческой культуре. Что такое метафизика как чувства? Мне больше всего нравится даже не определение, а мысль Алана Уотца. Это то чувство действительности, то восприятие действительности, которое предшествует фактам. Или предзнание. Метафизическое знание, писал Уотц, играет роль существенной поправки в рассудочных выводах. Оно играет роль того неуловимого, что мы называем запасом здравомыслия в человеке. В действительности, в человеческом уме есть некое начало, этот самый человеческий ум оберегающий. Если бы такого начала не было, то мы бы с вами давным-давно стали бы рабами каких-то условностей мышления. Рабами каких-то идей, рабами каких-то манипуляций. Однако, в человеческом уме, даже уме согласном с какими-то посторонними ему идеями, всегда существует некоторый предохранитель, о происхождении которого мы не знаем. Это ощущение чего-то большего, что присутствует в нас помимо условностей мира. Большего по сравнению с нашим телом, образованием, обстоятельствами реальной жизни, тем, чего мы достигли. Иногда человек попадает в настолько унизительные объективные обстоятельства, что продолжать жизнь ему не хочется. И вот тогда какое-то непостижимое метафизическое чувство удерживает человека в потоке жизни. Это чувство запас здравомыслия удерживает нас и в тех ситуациях, которые сопровождаются, например, дикой гонкой за призрачными идеалами счастья, успеха, удовольствия. Мы называем это чувство интуицией, иногда телепатией. Любая древняя традиционная метафизическая доктрина, например, веданта, брахманизм или буддизм, для описания вот этого метафизического начала в человеке используют отрицательные суждения. Посредством таких суждений передается некое отношение к метафизике, которое нам хорошо знакомо. Отрицательные суждения и передают ощущение того, что метафизика – это не факт, не вещь и не объект, а что-то гораздо большее. И вообще само понятие, само аристотелево слово метафизика означает, что это начало находится мета, то есть вне природы физис, а вне всякого сомнения рассудок наш с природой взаимодействует. Поэтому получается, что собственно метафизика или ее главное начало лишена языка. А следовательно, получается, что метафизику, вот это большее начало, которое человек чувствует, невозможно описать словами. Нет слов, позволяющих создать язык метафизики. А ее содержание, внутреннее содержание, практически невыразимо. Постижение этого знания не требует длительности. Оно открывается непосредственно, мгновенно и очень часто неожиданно. Наш разум очень легко отвлекается на второстепенные, по сравнению с этим ощущением, вещи, на воспоминания, именования, называния, рассудочный анализ. Стало быть, для того, чтобы прикоснуться к этому непосредственному знанию, существует только один путь. Это путь отрицательных суждений. То есть, отбрасывания возникающих в уме теоретических посылов, вербальных конструкций и всяческих умственных построений. В сущности, трезвение православного несихазма, в первую очередь. Это и есть борьба с помыслами, которые возникают в голове. Медитация в буддизме или индуизме. Есть устранение мешающих прикосновению к метафизике, болтающихся в голове ненужных и пустых мыслей. Вот эта верхняя часть, верхняя воронка, это метафизика. А вот эта нижняя часть, это физика. И богословие, и психология понимает человека, как вот это промежуточное звено между двумя воронками. Некоторую смесь из метафизического знания и физических инстинктов. Психология практически во всех своих современных разновидностях признает существование метафизического начала в человеке. Это метафизическое начало со времен Фрейда получило название бессознательного. Хотя сам Фрейд метафизики откровенно боялся и пытался ее всячески избегать. Кроме того, у нас существует понятие коллективное бессознательное юнга, сверхсознательное асаджиоли. И, наконец, огромное количество разных современных психологий называют это начало ресурсом. Некоторым загадочным ресурсом, который скрыт где-то в глубине человеческой души. Так как и коллективное бессознательное, и сверхсознательное, и слово ресурс окончательному определению не поддается, то лично я предпочитаю старое доброе название метафизика. Между прочим, Фрейд продемонстрировал один очень простой закон. Он, вне всякого сомнения, обладал ветхозаветным мышлением. И предупреждал юнга о том, что ни в коем случае человека нельзя пускать в метафизические дебрии, поскольку он там окончательно заблудится и сойдет с ума. Поэтому надо ограничить человека сексуальными вещами, как бы в любом случае. Поскольку из психологов, в первую очередь, юнг пытался доказать, что если наше сознание сугубо индивидуально, то коллективное бессознательное, метафизическое бессознательное, оно одно на всех. И именно поэтому там есть почти бесконечный ресурс знаний, чувств, эмоциональных состояний, опыта. И всего, в чем нуждается душа человеческая. Я хочу в этой лекции попытаться объяснить, что любовь – это, собственно говоря, единственное чувство, которое способно испытывать человеческая душа. Я не оговорился и не шучу. Некоторые считают, что любовь разделяется на виды и подвиды по-разному. Кто-то говорит о дружеской любви, любви к Богу, любви к женщине, как о совершенно разных чувствах. Я же считаю, что любовь, потому и используют единое слово в русском языке, что это чувство общее. И более того, это единственное чувство, которое может испытывать человеческая душа. Это базовое чувство. Все остальные чувства являются лишь производными от него. Все знают, что от любви до ненависти – один шаг. В сущности, мы способны ненавидеть только тех людей, которых мы либо любили, либо они для нас чрезвычайно значимы, то есть мы хотели бы снискать их любовь. Страх оказывается прямой противоположностью – изнанкой или обратной стороной любви. Мы боимся того, чего не любим и чего не понимаем. Мы боимся того, что, как нам кажется, не любят нас. Тревогу за будущее мы всегда испытываем лишь потому, что нам кажется, что наша любовь слишком слаба, что ее окажется недостаточно вот тем самым механическим равнодушным силам природы, Бога, судьбы, которые не поддаются никак. Нашему человеческому пониманию, то есть нашей человеческой любви. Недаром русская пословица говорит – понять – значит полюбить. Более того, большинство людей гораздо меньше тревожатся за себя. Помните? Потому что мы чувствуем присутствие в себе вот этого самого метафизического ресурса. Ведь тревога появляется в первую очередь за тех людей, которых мы сами любим. Она невозможна без любви. Помните, я объяснял, что если человек боится метафизического начала в себе, то он переносит его на всю реальность, поскольку внутренне-то он ощущает некоторое единство свое и с этой реальностью тоже. Мы жители средней полосы, у нас в крови не должно быть такой тяги к морю, которую испытывает каждый из нас при мыслях об отпуске. Это наша тяга, стремление к морю, как к символу вот этого единства, из которого, согласно научному преданию, вышла жизнь. И обратите внимание, это эргоистическое переживание. Это ровно то самое ощущение, я нахожусь внутри человека, его тела, его души, а он находится во мне, к которому мы так стремимся и так редко достигаем в любви половой. Само слово «метафизическая потребность» принадлежит удивительному человеку. Архиепископу Гурию в миру Алексею Ивановичу Степанову, русскому епископу и духовному писателю, книги которого вот уже целый век не переиздаются, расстрелянному в 1938 году в Сиблаге в Новосибирской области. В своей книжке «Буддизм и христианство», которая появилась на свет Божий в 1908 году в Казани, я очень рад, что мне как-то попалось в руки это издание, он писал, опять же, в первых словах книги, «Как бы счастливо не складывалась земная жизнь человека, но в глубине человеческого духа, особенно во внутренних тайниках человеческого сердца, всегда ощущается ненормальность жизненного процесса, его неправильный ход и развитие». Человек ощущает эту ненормальность в своей собственной жизни, ощущает ее во всем окружающем бытии. Он чувствует, что в жизни чего-то недостает, что жизнь должна идти совершенно иначе. Ощущение ненормальности жизни, внутреннее недовольство – общепсихологическая черта всего человечества. Оно составляет постоянную мучительную загадку для человека и вызывает инстинктивное стремление разрешить эту загадку, узнать причину жизненной ненормальности и найти выход к жизни, которую мы чувствуем как нормальную, но не в состоянии понять, что же это такое. Я называю эту потребность в человеке метафизической потребностью. Постоянное инстинктивное искажение истинной жизни ярко сказывается во всегдашнем недовольстве человека своим насущным положением. Люди вечно недовольны настоящим, вечно жаждут новых условий жизни, всегда надеются на лучшее будущее, не понимая лишь, что потребность эта скрывается в глубине их души. Метафизическая потребность – это стремление к чувству той цельности, о котором мы только что говорили. Нам все время кажется, что там в глубине души нашей скрывается сексуальное насилие, агрессия, в общем, какие-то неведомые грехи, которые действуют абсолютно независимо от нас самих. Христиане не любят Бога. Они предпочитают Его бояться. Так проще и понятнее. Они пытаются отгораживаться от Него теоретическими концепциями веры, верой, как сводом правил и законов. Есть проблема. Человек не может любить ничто неизвестное и непознанное. Для того, чтобы любить, человеку нужно имя. И Бог дает ему имя Христа. или человек решается сказать правду о себе и говорит, я Бог. Не так важно. Но любить существующего где-то в бесконечности абстрактного Бога невозможно. А человека, пожертвовавшего собой, можно. Если у нас нет опыта любви к человеку, мы продолжаем бояться бесконечности и придумывать вместо нее теоретические конструкции. Для того, чтобы пережить опыт любви к Богу или к Богу-человеку, мы сначала должны получить опыт человеческой любви, о котором мы будем говорить в этих лекциях.